привет ребята немножко сумбурно наверно потому что без четкого сценария излишне пару слов о башенных кранах я хочу потестить производительность но начнем с вопроса как купить башенный кран где искать как доставить ну и собственно потом я построил тут такую тестовую схему попытаемся замерить производительность а насколько же выгодно использовать башенные краны в сравнении с дорожными собственно о чем речь в construction офисе то есть это постройка которая занимается строительством всех остальных вот для некоторых работ мы можем приобрести в качестве техники дорожный кран он является хорошей штукой поскольку он заменяет большое количество ручного труда в качестве дорожных кранов то есть насколько я понимаю последняя строчка в описании техники является производительностью техники поэтому самый производительный если судить по этой строчке у нас на данном этапе это 70 год является сил 133 здесь в нижнем вот construction офисе строительно монтажное управление до сму сму номер 5 вот в этом строительно монтажном управлении мы покупаем дорожный кран вот проблем с этим никаким никаких нет но мы не видим здесь башенных кранов где же искать нам башенные краны башенные краны продаются на таможне здесь через construction офис никаким образом по крайней мере я не нашел такого способа нельзя купить башенный кран но использовать его на стройке можно для того чтобы использовать его нужно вначале купить мы идем ближайшую подключенную к нам таможню идем в грузовички выбираем здесь параметр tower кран башенный кран и видим что там у нас производительность дорожного было 30 а здесь самый слабенький 57 я думаю что мы купим кран а2 у него производительность 65 то есть в два раза больше производительность чем у дорожного крана чем узела давай мы его купим но естественно он сам сюда никак не доставит то есть мы можем попытаться поменять депо все остальное я пробовал сделать так что у нас грузовичок бортовой который способен погрузить этот башенный кран чтобы у нас этот грузовичок бортовой находился находился в distribution офисе но дистрибьюшен офис качестве задачи не понимает вот этот вот building он не умеет он не умеет загружать даже если есть не умеет загружать технику он не умеет распределять технику поэтому чтобы привести башенный кран мы бортовой грузовичок для начала нужно посмотреть то есть нам нужен определенный бортовой грузовик это два раза кликая на купленный башенный кран вот здесь у нас и смотрим какой же грузовик может его взять на борт то есть мы видим что его на борт могут взять вертолеты его могут взять на борт корабли открытый вагон ну и собственно бортовые грузовики вот skd это skoda по моему да это маз это какой-то немецкий вот американцы вот у нас вот skd есть по моему или мазда что у нас тут есть это что это маз вот он вполне себе может взять на борт наш башенный кран для того чтобы нам перевести башенный кран отсюда сюда нам необходимо поменять дислокациями расположение нашего грузовичка на обычный роды по на дорожный офис и здесь назначить ему маршрут мы просим наш грузовичок приехать сюда загрузить здесь транспорт вот здесь установить галочку и потом следующая точка приехать сюда и выгрузить после чего мы запускаем наш грузовичок он едет на таможню поскольку мы попросили его загрузить там транспорт который есть он загружает башенный кран у которой транс если там будет больше другого транспорта он по порядку что можно то загрузить вот приезжает выгружает башенный кран сюда после этого мы можем поменять дислокацию расположение нашего грузовичка бортового сюда почему потому что башенный кран собственного шоссе не имеет для того чтобы его развернуть он должен быть погружен на бортовой грузовик доставлен до стройплощадки и на стройплощадке его смонтируют развернут после этого он приступит к работе так у нас готово здесь у нас бортовой грузовик один здесь бортовой грузовик другой я наверное буду сейчас останавливаться он оптимальном расположении и что именно должно быть на стартовых офисах как это располагать какие офисы где ставить какие должны тяготеть к ресурсам к источнику источнику ресурсов какие офисы должны тяготеть к точке к стройплощадке как комбинировать какие комбинации рациональны мы наверное просто займемся тестированием башенных кранов значит здесь у нас есть кран бортовой грузовик здесь также есть кран бортовой грузовик здесь у нас две стройки на которых полностью завершены грунтовые работы первый этап строительства на таких стройках это мы строим какие-то домики по моему да я под ним маленькие домики чтобы сильно долго не ждать первый этап это грунтовые работы они здесь полностью завершены потому что они нам не интересны вообще грунтовые работы понятно как эффективно да то есть нам нужно достаточное количество грузовиков чтобы за один момент привести все необходимое количество ресурсов это два грузовика самосвала и 1 1 бетономешалка плюс дополнительно нам нужен бортовой грузовик чтобы доставить сюда экскаватор поскольку в 70 год самая эффективная техника которая работает с грунтом это экскаватор эдэ какой-то там эдэ какой-то какой-то я его продал уже вот то есть грунтовые работы у нас завершены у нас теперь следующий этап это laying bricks то есть это собственно кладка кирпича накладки кирпича работает механизация но механизация кран не работает если экскаватор работает без людей вообще рабочих сюда можно не возить то краны у нас работают с людьми то есть кран просто перемещает грузы ускоряя работу перемещает кирпичи там доски и сталь что нужно подавать там наверх людям а кладкой занимается собственно сами люди без людей у нас не работает не дорожный кран не башенный кран поэтому здесь дорожный кран поедет своим ходом здесь башенный кран будет погружен на платформу поедет на платформе сюда но сюда нам нужно еще доставить людей то есть у нас сейчас это playing brick это кладка стен возведение стен потом по моему здесь останется только крыша на крышу нужно будет еще 18 тонны стали и три тонны досок чтобы уравнять уравнять эти две стройки у нас здесь сделан есть у меня 100 стали и досок достаточно здесь буферные такие построены так давай мы эти хранилища отключим здесь я сделал буферный запас материалов так чтобы расстояние доставки было одинаково то есть у нас бортовые грузовики если закончится первый этап бортовые грузовики будут заняты тем что будут возить сюда и сюда соответственно нужное количество ресурсов довезут вот это количество ресурсов и теперь по поводу людей значит здесь у нас осталось 230 рабочих дня на нашу работу но нам нужно доставить сюда людей автобусами возить вот здесь будут затыки то есть если мы индивидуально на каждую стройку поэтому я сделал маршрут здесь у нас есть линия вот эта линия будет с помощью трех автобусов доставлять вот в эту точку наших рабочих я надеюсь что наши рабочие будут равномерно распределяться равномерно относительно потому что если все рабочие пойдут сначала на эту стройку а на эту не пойдут вообще тогда у нас будет эксперимент не совсем хороший значит давай по поводу линии этой линии мы сейчас на паузе снимаем с паузы наши автобусы теперь когда мы снимем с паузы наши автобусы при необходимости как только в работу пойдет как только будет заказ на людей наши автобусы возьмут отсюда приедут сюда возьмут загрузят людей вот и выгрузят и сюда я надеюсь что это так произойдет давай на всякий случай мы сохранимся сейв как с назовем этот тест окей далее здесь у меня в качестве источника ресурсов указан вот этот склад сталь кирпичи доски да здесь качестве источников ресурсов тоже указан вот этот склад сталь кирпичи доски да и теперь я отключил здесь автоматическое поиск автоматический поиск стройплощадок и мы вручную вручную назначаем строй соответствующие стройплощадки здесь у нас работает автокран зил 133 здесь работает башенный кран а2 запускаем автобусы задумались и поехали видать пока люди здесь не появятся кран сюда попадать не будет до изначале нужно повезти сюда людей давай вот так вот расположим чтобы мы видели значит это у нас так люди вроде бы относительно плюс минус равномерно распределились вот зил 133 этот немножко дольше вот но они все приступили к работе здесь у нас работает башенный кран здесь работает зил смотрим сравниваем приблизительно скорость ну и собственно вот это все на записи останется мы видим что зил работает быстрее довольно странно может быть потому что здесь людей меньше сюда людей меньше меньшее количество пришло 23 то есть у нас работу выполняют зил справился быстрее башенный кран отстает возможно из-за того что неравномерное распределение людей настройки но посмотрим сейчас запустится второй этап зил второй этап запустил то есть это крыша уже нет еще еще не запустился да еще не запустился потому что доски не привезли так здесь тоже сталь уже есть неравномерно непонятно как равномерно распределить то есть это как-то статистически надо наверное 32 30 29 там еще доски не привезли до 321 этот уже готов очень хорошая скорость вот сейчас да в конце была очень хорошая скорость но видимо видимо очень сильно зависит от того какое количество ну естественно потому что возведение этим занимаются люди вот что можем ли мы какой-то вывод на этом сделать я думаю что нет потому что у нас сильно видимо но на видео можете посмотреть то есть можно открутить посмотреть внимательнее то есть я сейчас на ходу надо будет проанализировать сам ролик вот башенный кран отстал говорит ли это о том что он менее производителен либо он не рационален не уверен нужны более глубокие тесты в более равномерной ситуации какой-то может быть на одной стрелке построить сначала одну стройку посмотреть разница небольшая я особой разницы не заметил вот однозначно сказать что используйте башенный кран они намного круче автомобильных мы не можем но и опровергнуть тоже этого мне кажется не удалось потому что было неравномерное распределение людей как сделать равномерное распределение людей я пока не понимаю может быть при строительстве можно уменьшить количество рабочих там до какого-то минимума минимума когда это будет работать может лучше было бы возить автобусами отдельно для каждой стройки не знаю но суть в том что как привести башенный кран на это строительно-монтажное управление мы уже разобрались и использовать их можно насколько они эффективны эффективнее ли они в два раза и что это за параметр вот этот где показывает дополнительный все раз скажи мне пожалуйста дорожный кран дорожный кран то есть вот здесь speed level 30 что это фьючис является ли это эффективностью или нет непонятно то есть мы купили кран который в два раза эффективнее но видимо из-за количества людей что-то там эффективность немножко пропала на этом все не буду затягивать если есть какие-то мысли по этому поводу может быть как более чисто провести эксперимент как более корректно поставить чтобы сравнить производительность вот этих вот двух зила 133 автокрана и башенного крана а2 надо чистый корректный эксперимент а из-за того что они требуют людей корректный эксперимент и получается у нас не получился в этот раз на этом все пока услышимся